Девушки отдыхают 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Продолжение следует... К тому, чтобы отстаивать свои геополитические интересы. Разумеется, Абхазия на сегодня находится в сфере геополитических интересов России. И еще я, когда был в Абхазии, вот я стал беседовать с человеком, который был главой администрации местного села. Это было как раз накануне, вот за день до начала боевых действий со стороны Абхазии. Я сказал ему, а каких рубежей вы хотите достичь? Чего вы хотите достичь? Он сказал, каких Россия скажет, тех и достигнем. А кто это был? Это был глава администрации горного села. Как далеко вы пойдете? Вот как Россия скажет, так мы пойдем. Вот, и безусловно, это была, конечно, российско-грузинская война. Потому что я когда был, вот как раз в тот день, когда выходили миротворцы, я был на абхазско-грузинской границе. И снайпер, он отстрелил руку солдату. И мне личный миротворец сказал, что это был российский солдат. Вечером российская телевидение сообщила, что это был абхазский солдат. Это деталь, которая имеет принципиальное значение. Тем самым Россия подогревала Абхазию к войне постоянно. Да? Вот такой пропагандистский ход я отметил.